Оплата услуг сотовой связи бьет по карманам жителей приграничных поселков Кустанайской области. Из-за отсутствия казахстанских операторов население ну просто вынуждено пользоваться услугами российских компаний и переплачивать за звонки. А школьники, которые готовятся к экзаменам и вовсе страдают из-за плохого интернета. Почему села остаются вне зоны доступа узнавала Наталья Строкова. От основной трассы до Урнека 8 километров. По такому бездорожью их можно проехать за полчаса. Но для местных жителей это не самое страшное. Больше всего они боятся, если в пути сломается транспорт. Вызвать подмогу здесь нереально. Местами даже невозможно дозвониться в экстренные службы. Поездка домочадцев за пределы села это постоянный стресс для сельчан. Особенно зимой. Выехал, если значит все. Ни российской, ни казахстанской связи нет. На дороге если остановился, поломался что-то, то все значит стоишь, пока не замерзнешь или пока не дойдешь куда-нибудь. Без связи и качественного интернета выпускница Оксаны Мамержанова с перебоями готовится к экзаменам. Будет поступать в медицинский колледж. Папа возит нас на перекресток за 20 километров от нашего села. Там уже можно поймать казахстанскую связь и загрузить любую страницу с интернета. Поэтому часто готовлюсь в машине, прямо на дороге. Во время онлайн-обучения дома школьников обеспечили интернетом, установили усилители связи российской. Половину затрат на себя взяли местные предприниматели. Через российскую связь дети выходят в интернет. Усилитель 70 тысяч тенге стоит. Половину оплатил местный предприниматель. Остальную часть мы сами оплатили. Каждый месяц по 5 тысяч тенге оплачиваем. А грузят страницы плохо. Постоянные перебои. В Урнекском сельском округе четыре приграничных поселка. Ни в одном из них нет казахстанской связи. Жители вынуждены пользоваться услугами российских операторов и переплачивать за звонки в роуминге. В эконом-режиме набегает около 5 тысяч тенге в месяц. Чтобы пополнить баланс или снять зарплату с карты, едут в райцентр за 80 километров. Нанимают машину. Вот если четыре человека поехали на одной машине, 7 тысяч, 8 тысяч надо заплатить, чтобы съездить с кораблок. Это же тоже деньги. Понимание со стороны казахстанских операторов сотовой связи есть, говорят в местном Акимате. Все упирается в деньги. В местном бюджете нужной суммы нет. Очень большие проблемы в том плане, что покрытие российской связи большое. Для того, чтобы их связь перебить, нам нужно ставить большие вышки с усилителями. Это дорогостоящий объект, который стоит очень больших денег. Пути решения проблемы власти района продолжают искать. Ведут переговоры с казахстанскими операторами и пишут письма в профильные ведомства. Наталья Строкова, Еремих Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24.